В регионе набирая обороты кампания по уборце зимых сельскохосподарших культур. Один из ее наиважнейших этапов – уборка рапсу. Рослина – это вельми своясабливая и навод капрызная. Множество внешних факторов уплывают на ее уродливость. Про тяг темы у репортажа Миколая Скинтияна. Что у вас, и все? Жадкой закончили? Да, конечно, можно продолжать. Поехали дальше. Рапс – одна из самых выгодных и безотходных сельскохосподарших культур. Сборжа – ценная сыровина для маслотушевой промысловости. Остатки после перопроцовки идут на корм для живел. Морудить с уборкой не льга, а леда жжи вымушают срабить перопынки. Ты мне меньше праца еде. Тяжкая и отказная. Головный комбайнер предприемства Дзержинский агро Миколай Шумков – на уборце другой сезон. Докладно разумею всю значность и складанность процессу. Кто заготовит зерновое, кто заготовит, там, тот же самый сенаж, для того, чтобы было молоко или мясо, или еще что-то. Да, все, все, да. Мы стратегии, мы хотим, рвемся, работаем. Кто не хочет сюда, не пойдет работать. Ну вот, посмотрим, после дождей, сегодня первая машина пришла, какая будет влажность. Ну, я думаю, влажность будет порядка 20%. Сейчас это будет видно на приборе. Мы это посмотрим. Узровень вильготности Амаль – 23%. Норма – 6,7%. Агроном Алексей Шербич свяжает, марудит с уборкой и сушкой сборжа – нельга. Все лето РАПС перезимовало значно лепш, чем у минулого сезона. У планах у некольки разов примножить ураджай с 2019 года. Планируем собрать РАПСа порядка 470 тонн со всей площади. В прошлом году у нас было очень меньше площади. Было больше гибели, поэтому в этом году к уборке гектар намного больше. Працелники предприемства над ажжи не скардятся. Так, ци инакш, животворная вильгать сприяльно уплывая на іншую сельско-господарчую культуру. Кукурузу, бульбу, шмат годовые травы. Что тычется уборки РАПСу, аграры глядзять на ситуацию с оптимизмом и упевнены, что справятся с задачей, как треба. Миколай Скинсиян, телерадиокампания Гомель Зареческого района, припатрымцы агентства теленавинов.